Здарова и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Поговорим о таком интересном бое, который будет на этих выходных между Магомед Расул Маджимовым и Сериха Града. Очень интересный бой, на мой взгляд очень интересный, потому что я посмотрел Магомед Расул Маджимовым. Я вам так скажу, это крайне талантливый боксер. Крайне талантливый. Он сам наш боец с Азербайджанской ССР. Я вообще никогда не видел ни одного азербайджанского профессионального боксера, а вот этого парня увидел, и что называется не в бровь, а в глаз. Боксер потрясающий. У него есть недостатка два. Первая антропометрия в супертяжелом весе, метр девяносто один, маловато. Хотя мы знаем Майка Тайсона того же, Энди Руиса того же, которые были намного меньше и были объединенными чемпионами. Так что это не так страшно. Еще одна проблема Магомед Расул Маджимова это 34 года. Всего два боя провел на профессиональном поединке. Но ему уже 34, поэтому может, очень даже может не успеть. А может и успеть. Касательно его техники бокса, боксер вышел из любителей. Вот выступал по любителям, вот эта вот любительская хрень, по сути, у него осталась. Но Магомед Расул Маджимов это боксер, который изучает дистанционное давление, причем без лишней работы на руках. То есть, в чем главная ошибка любителей в профессионалах? Они много лишней работы на руках, щупают дистанцию. Он дистанцию так видит. То есть, он не выбрасывает лишних ненужных ударов, чтобы дистанцию поймать. Нет, он так видит дистанцию. То есть, он когда подходит к сопернику, он без ударов его заставляет оказаться у канатов. То есть, вы с ним боксируете вроде на дальней дистанции. Один, ну максимум два удара он вам выбросит. Вы там что-то покидать можете. Вы почему-то уже у канатов. Вот очень интересно он это делает. На дальней дистанции и, собственно, на средней, и на ближней работать умеет, но работает умеренно, не хватает функционалки. Самая главная беда. Нужно поднять функционалку, нужно чуть побольше выбрасывать ударов. Да, супертяжелый вес, да, там много не выбросишь, но можно. Два самых главных плюса, которые я вижу у Магомеда Расул Маджимова. Первый. Этот, он скала. Он вообще никак не реагирует на удары в блок, в корпус, в плечо, в голову. Он даже чуть-чуть не наклоняется, как будто удара не было. Как будто, вот действительно, вот, знаете, человек стоит к вам спиной, вы подошли ему, затылок, бутылку разбили, он даже не почувствовал. Он даже не повернулся, как будто ничего не произошло. Вот это про Магомед Расул Маджимова. Нереально. Просто скала. Его бьют супертяжи, он даже не дергается. Поразительно. Вот как Геннадий Головкин был, и итог явно чуть-чуть дергался, а этот не дергается. И второе. У него очень сильный, просто очень сильный удар. Вы посмотрите, его бои, их всего два. Какой звук от удара. Вот когда Матиас бьет такой же звук, когда Эммануэль Новоретто бьет такой же звук, то есть это очень громкий, очень жесткий удар. Именно жесткий. Он, когда Леонечка накидывает, он это очень редко делает, Леонечка накидывает. Звука нет. Как только удар силовой. Во-первых, он всегда бьет в обвод защиты, он не бьет по защите. И удар очень жесткий. Очень жесткий. В чем это еще проявилось? Есть такой боксер Том Литтл, он с ним дрался. Он его нокаутировал за два раунда. Причем там во втором раунде он сделал жесткий нокдаун и красиво добил. Тома Литтла за два раунда не смог удосрочить ни Ален Бабич, он удосрочил его в третьем, ни Дэвид Прайс, он удосрочил его в пятом, ни Харгович, ни даже Дюбуа. Эти ребята до четвертого с этим Литтлом возились. А Магомед Расулу Маджимову два раунда понадобилось. Послушайте звуки от ударов, которых он лупит. Это очень жесткий удар. Очень. Правильно развить будет очень мощный боец. Изучает дистанционное давление. Молодец. Когда пропускает хотя бы один удар, тут же подняты плотненько ручки, но он ненадолго дает сопернику помахать, сразу опускает потом. То есть основы блока какие-то есть. Работает на средней дистанции силовыми комбинациями. Не накидал, накидал и последний удар силовой вставил, как любители учат. Нет, сразу комбинация сила, сила, сила. Вот. Очень хорошая тактика, очень правильная, профессиональная. Касательно его соперника. Вот этот серхреда, или как его там, черный такой толстый парень. 8 боев, больше опыта на профессиональном ринге. 8 побед, 7 нокаутов. Соперники, конечно, у них у обоих были не сильные. Поэтому судить, у кого сильнее позиция, здесь глупо. Что умеет этот боец? Я нашел только один его бой, и то с трудом. Это боец, который умеет идти к сопернику с кое-каким блоком, с кое-каким блоком. И это боец, который умеет в клинче работать. Это боец, который умеет зайти на ближнюю дистанцию и поработать там. Это боец, который пользуется тем, что он большой, и что с ним неудобно на ближней дистанции. Большой в смысле толстый, мясистый. В этом смысле. Вот как Руи с этим пользовался, с Джошуа, так и этот парень пользовался этим со своими соперниками. Не нокаутер, он соперников забивает. Он бьет очень много-много, тоннажит на функционалку, тянет на морально-волевых. Он вот так вот выигрывает бои. Не тот, кто раз вас ударил, и все, и второй не нужен. Вот Магомед Расул, это именно нокаутер, по сути, одноударный. Он если раз хорошо попал, это уже нокдаун, дальше только добить. Либо сразу наглухо. А вот этот парень не такой. Поэтому здесь как карта ляжет. Либо Магомед Расул Маджимов не сможет с ним совладать. Вот он просто возьмет с первого последнего раунда, там на 10 раунда бой рассчитан. Будет переть на него, навязывать клинч, пузом этим своим давить, на ближней что-то махать, что-то бить. Он неплохо, кстати, по корпусу заколачивает вот этот черный парень. Серхреда. Не могу запомнить имя. Такое имя, блин, глупое, на мой взгляд. И Магомед Расул Маджимов с этим может не справиться. Но если будет застаиваться, если будет брать паузы его соперник, Магомед Расул Маджимов отобьет ему голову. Потому что голова, по сути, открыта. Именно когда идет на соперника, руки у него подняты. Поэтому встретить его прямыми ударами не получится. Но на средней дистанции, если он будет именно стоять, Магомед Расул Маджимов забьет ему от заблок. Много нанесить будет ударов и отобьет ему голову. В корпус его там бить бесполезно, там огромное пузо. В общем, бой будет интересный. В бою будет нокаут однозначно. Либо, ну, вероятность процентов 20, что Маджимов просто по функционалу не вывезет этого парня. Либо процентов 80, что Магомед Расул его просто нокаутирует, именно тяжелым ударом нокаутирует, именно забьет. И что хочется сказать еще. Я не знаю никого с Азербайджанской ССР профессиональных боксеров. Но вот этот парень действительно одного всего увидел и сразу не в бровь, а в глаз. Очень талантливый боец. Поэтому, если у меня есть какие-то подписчики, зрители с Азербайджан, ребята, поддержите этого парня. Потому что, ну, кому еще ваш бокс тянуть, наш бокс тянуть, понимаете? Кто из азербайджанцев выступает по профессионалам еще на дазон? Он уже на дазон, по сути, выступает. Кто будет поднимать, если не будем поддерживать? Мне искренне жаль, что ему 34 года и только два профессиональных поединка. Вот если бы он был лет 30, это был бы боксер будущего. Его правильно натренировать, это была бы машина просто. Нереальный просто парень. Поэтому вот 34 года, уже вроде лучшие годы позади, уже вряд ли будет суперкрутым чемпионом. Но даже он понимает, что бокс меняется. Вот это тот боксер, Магомед Расул Маджимов, по боксу которого видно, что человек на максимальной скорости переучивается из любителей в профессионалы. Как, например, этого никогда не делали Вася Ломаченко, Данияр Елеусинов, Трояновский. И этот сон. Куча боксеров, любителей, которые не переучиваются из любительского бокса. А вот этот вот на сверхскоростях переучивается. Потому что понимает, что бокс меняется. И мы должны быть к этому готовы. Продолжение следует...